Второй не состоялся, да? У меня вопрос, а кто вообще принимал решение, подписывал документ, что, допустим, 50 тысяч, идет только на выложку мусора? Кто-то принимал решение? Или какой-то орган? Ну, я примером не говорю. Или глава города персонального подписывал своим решением, один человек, кто принимал решение? В период действия прошлого референдума, как таковое, из общего количества собранных денежных средств, распределение по процентам, то есть процентам отношений, его не было. Кто принимал решение? Глава города подписывал, или депутаты сами, орган какой-то есть? Я понял, значит, был организован график движения мусоровозных машин. В соответствии с этим графиком, то есть за счет средств самообложения мы должны были оплачивать вот этот вот, организованный вот этот сбор. То есть, допустим, за месяц... Вы кратко ответьте. Сам лично в кабинете мэр города подписал, и все. Никто не принимал в банджете. Принимались, принимались к оплате... Неперсональный человек подписывал... По процентам, вам же сказали. Какие проценты? Нет, Игорь Николаевич. Ни по суммам, ни по процентам... Затраты... Вы меня еще не поняли. Нет, все, все. Кто поделился? Я услышал, Виктор Николаевич. Затраты, которые были понесены за счет организации сбора и вывоза ТБО, то есть вот эти товарно-транспортные, наклонные путевые листы, они подписывались, принимались к оплате. В том размере, в котором были... Кто подписывал? Подписывались они либо заместителем по жизнеобеспечению, либо главой городского поселения. Вот так мне это ответит. Принимались к оплате. То есть вы заранее видели, что все деньги вы подписываете на вывозку мусора, а не на благоустройство. Вы же решали-то это. Но график-то в течение трех лет он оптимизировался. Если вначале машины ходили в три недели, то потом, когда уже мы понимали, что слишком большая затрата... Здесь несколько другой вопрос. Кто принимал решение, допустим, заключить контракт, ну, к примеру, по сосновке на вывозку мусора, который, допустим, занимал какой-то объем денежных средств сбора по самоблажению, а, допустим, или вот... А может на благоустройство надо было? Решалось ли это? Дорога привыки. Или мэр города решили в объеме. Как происходят эти средства? То есть стоимость контракта, допустим, на вывозку, там, допустим, оказаны услуги и так далее. Потому что на будущее этот орган надо создать, чтобы не лично мэр города решал, что деньги, там, 100%, ну, сколько, 70%, только на вывозку мусора. Правильно говорят жильцы многоквартирных домов-то. Они-то платят. И почему, если, допустим, на улице строителей 38 лет, 6 ям, луж стоит, никто не отремонтирует, не засыплет, а берут с них деньги за вывозку мусора и плюсами счет. Я к этому. То есть нужен какой-то орган, чтобы не мэр города определял, когда собралась, вот, допустим, да, так, ну, в первую очередь давайте вот сделаем так, на благоустройство. А правильно вы говорите, а по улицам, значит, брать нас старших по улицам. Ну, есть у нас примеры, это тяжелая работа, конечно, то есть не один мэр города это решал самолично в кабинете у себя расходами денег и средствами. Это же ошибка прошлого, правильно? Это ошибка, да. Ошибка в том, что... Но ведь кто-то контролировать эту ошибку, то надо исправлять. Вам принесут опять на вывозку мусора, стоку докладных, и вы опять все подписали, деньги все ушли. Все остальное по остаточному принципу, да. Или депутатская группа, или давайте общественный совет издаем, фонд, чтобы расходовался... Нет, обязательно должен быть общественный совет, почему, как я в самом начале сказал о том, что должно быть определенное зонирование каждой территории нашего города. С каждой территорией есть обязательный представитель, есть определенные цифры, собранные с этой территории. Его решать не должно, так сказать. Да, решаться только, плюс присутствие депутатов, которые тоже должны контролировать взаимодействие этого совета и в целом этой работы. Чтобы не было никаких перекосов, чтобы не было какого-то перетягивания, чтобы это все коллегиально решалось. И второе, речь идет, конечно, о создании организационной структуры. Давайте начнем. У нас на квартирной дома есть советы, да, представители совета есть, правильно? На улицах надо что избирать? Наверное, старший по улицам есть, в районах области, это правильно? Старший по улицам тоже, по-моему, есть. Да? То есть организационную структуру надо собирать. Без нее мэр города ничего тут не сделает. Можно выступить? Это пока вопрос. Вопросы? Заглядя, извиняюсь. Такое англообразство выступлю от себя лично. Значит, мы видим болевые точки, такие как отсутствие прозрачности и отсутствие адресности вот этих денег, которые в кучу свалили, которые авторитарно поделили так, ну, на тот момент вот так они считали из благих побуждений. Вот на сегодняшний день, прежде чем создавать некий совет там старших улиц, я предлагаю, это мое чисто мое субъективное мнение, поделить действительно наше городское поселение с прилегающим Посеговы, Федосяты, Великым Полем на сектора. Сектора унифицированы по людям, которые платят. То есть проблемы Федосяк глубоко фиолетовые, проблема городского центра пятиэтажа. Они глубоко фиолетовые Великопольцы. И вот здесь принципиально, я считаю, нужно договориться о том, что вот есть некая территория, которую мы жестко ограничим по унифицированным, скажем так, проблемам. То есть проблема заречной части там частного сектора, проблема сосновки и так далее. Поделили вот эти куски, за этими кусками территориями могут присматривать определенные депутаты, которые, так сказать, выбраны от этих территорий. И давайте вот здесь на берегу, наверное, договоримся, какой процент собранных денег вот с территории, я сам житель Великого Поля. Вот на Великом Поле там живет у нас 500 примерно человек, плюс-минус, могу ошибаться, собрало Великое Поле 80%. Вот сегодня говорили 50-49, там падала эта цифра. Давайте сразу, что мы оставим себе проблемам Великого Поля? Что мы отдадим так называемому федеральному центру? То есть на общегородские нужды. Есть болевые точки общегородские, проблема собак, да? Есть проблема гадюшника на кладбище, прямо слезы из глаз, вот то, что мы видим, понимаете? Отсутствие каких-то там вот этих общегородских контейнеров в местах общего пользования. Действительно, они должны стоять, не прочастись, действительно, куда-то бросить даже бумажку некуда. Вот, скажем, 70% великопольцы оставляют себе, и если они лениво раздолбают, то бонус массовый не получат. Конечно, они и федералам отдадут городскому поселению копейки, но и себе мало получат. Но, по крайней мере, это можно будет видеть, это можно будет просчитать. Мы сами у себя на поле-то можем покинуть товарищей, которые, скажем так, неродивые. Мало того, тут возникает проблема, действительно, как заставить тех людей, которые не платят. Есть объективные и субъективные причины. Есть люди принципиально, которые не платят нигде, никогда, и имеют многотысячные долги даже за свою собственную квартиру. И на Великом поле такие есть, и в соседях у нас есть. Не будем мы, так сказать, тыкать пальцем. Есть механизм, так называемый, общественных работ. Его тоже нужно просмотреть, проработать. Хорошо, не хочешь себе эти 200 рублей заплатить в город, выйди на субботник. Убери этот гадюшник на кладбище, тебе зачтется. Понимаете? Вот этот механизм просчитать, посмотри. Вот это, а уже общественные деньги, вот эти 30%, я чисто так от балды цифру взял. Вот об этом надо тоже говорить, надо договариваться. Вот собрались миру по нитке, на федеральные, так скажем, на общегородские нужды. Решили, куда их кинуть. Вот тогда пусть совет, так сказать, старших по этим секторам, по этим микрорайонам соберется и решит. Да, вот в этом году на эти деньги ставим там контейнер на кладбище, убираем вот это, ставим там камеру, например, чтобы неповадно было. Коллеги, камеры тоже не панацея. В живой пример сегодня была затронута тема больницы. Я как человек, который, скажем так, изнутри эту проблему знает, хотя давно как бы мы заведующие полиэклиники. Прекрасно знаем, кто гадит, кто не платит. То есть больница является, по сути дела, областным учреждением. Это областное учреждение, то есть у нас бюджет в области. Выделены контейнеры, они подключены. То есть люди из частных домов, которые не платят, просто на халяву ходят прямо под камеры и гадят вот это сюда. Просто духолящие, по-русски скажем. Где механизм, рычаг, ну что, больница должна что-ли вызывать, штраф выдавать, вот за, вот за, вот за эти, так сказать, мелкие пороки и пакостей. Должен быть проработан вот этот механизм фискальных органов, вот как, каким образом разработать процедуру, кого, грубо говоря, за руку поймали, сфотографировали, рывали в видеокамеры. Что ему грозит? Вот этот механизм тоже надо продавать. Штрафы добавить? Не работает больница, не работает. То есть понимаете, то есть эти объявления, то есть... Все, я как бы все высказался на несколько, просто продолжил в виде актера.